Здравствуйте дорогие мои друзья! Здравствуйте мои хорошие! С вами Татьяна и вы на моем канале Мир моих увлечений. Сегодня хочу поговорить о таком цветке, который делает очень ответственное дело. Торжественно закрывает цветочный сезон. Бывает его тронет и легкий мороз, а ему все нипочем. Красив, статен, надменен. Кажется совсем простой в уходе цветок. Весной посадил клубни, летом полил, подкормил и львуйся. Но обычно георгины начинают цвести, когда к нашим садам тихонько подкрадывается осень с первыми заморозками, которые как раз и губят этот цветок. Надземная часть не терпит даже небольших заморозков. После них листья побеги чернеют. И держать их в таком состоянии нельзя. Подмерзшие стебли сразу начинают гнить. Отсюда инфекция попадает на клубни. Даже если заморозки были кратковременными, а потом наступило тепло, клубни все равно нужно выкапывать. Выкапывать клубни нужно аккуратно, подкапывая со всех сторон. Тянут за стебли тоже не нужно. У георгин корневая шейка очень хрупкая. Выкопали и на пару часов можно оставить, чтобы земля обветрилась. Затем очищаем от земли, грязи. Можно промыть проточной водой остаточки земли. Затем поместить клубни в слабый раствор марганцовки. И сушим. А сушим как? Переворачиваем клубни георгин головой вниз. Можно даже подвесить. Переворачивая таким образом клубни георгин для просушки, мы тем самым добиваемся того, что в срезанных стеблях не сохраняется вода. И тем самым защищаем георгины от гнили, от каких-либо инфекций. Выкапывая георгины, не забудьте пометить сорт, цвет и высоту данного георгина. Тогда весной вам будет легче найти правильное место для цветка. Есть садоводы, которые обрезают стебли растения на высоту 8-10 см, а затем выкапывают. А есть выкапали, а затем подрезают. И то, и то правильно. Тут поступайте как вам удобно. Оба способа имеют место быть. Теперь дальше. Одни садоводы моют и сушат клубни, другие не советуют. Ведь это зависит от того, как вы просушили клубни, где и как вы будете их сушить. Подвалы, погреба у всех разные. Разный температурный режим, разная влажность. И если подвал сырой, конечно клубни не сохранятся. Делить корневища георгин лучше осенью. В этом есть свои плюсы. Во-первых, срезы за зиму хорошо зарубцуются. И в результате чего снизится риск загнивания клубней после весенней посадки. Очень важный фактор успеха сохранения клубней. Это правильная организованная зимовка клубней георгин. Хранить нужно в подвале в низких деревянных ящиках, заполненных прокаленным речным песком. Клубни обязательно должны уложены в песке в один слой, ставя ящики друг на друга. В течение зимы и осени ящики несколько раз нужно поменять местами. Температура хранения 7-8 градусов и влажность 60-70%. Кто-то хранит в опилках и желательно от хвойных деревьев. Конечно, у каждого цветовода свой метод хранения георгин. Свои маленькие хитрости. А знаете ли вы, что в Европу георгин прибыл из Латинской Америки в конце 17 века. Причем цветок был завезен не для украшения садов, а для огородов. Но вкус клубней не произвел хорошего впечатления, чего нельзя сказать о цветах. Георгины быстро вошли в моду и вместо огородов появились в королевских садах. Георгины светолюбивые растения. Поэтому выбираем им солнечное место, но защищенное место от холодных ветров. Конечно, георгин любит плодородную почву. Почва должна быть рыхлая, воздухопроницаемая. Главное правило при посадке. Постарайтесь не заглублять корни. Шейка корня должна быть заглублена не более чем на 3-5 сантиметров ниже уровня земли. В лунку перед посадкой внесите перегной и древесную залу. После посадки, как обычно, землю слегка обжимаем и поливаем. Хорошему пышному цветению способствуют летние подкормки. И не менее трех раз за лето. А в июне, когда уже формируется куст, нижние листья нужно срезать на высоту 10-15 сантиметров. Отсветшие соцветия нужно удалять, конечно. Самое уязвимое место для георгин – это его хранение. Конечно, можно понять садоводов, начинающих, которые ломают голову, как сохранить клубни зимой. Далеко не просто создать нормальные условия для хранения. При большой влажности они загнивают. При малой влажности высыхают. Засохшие корни уже не восстановить. Но каждый как-то нашел свой способ. Рассказ мой, наверное, оказался уже довольно длинным. Не буду больше затягивать. Всего вам доброго. Если вам понравилось и было полезным видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Кто еще не подписался. До встречи, друзья!